До 2016 года на линиях фронта в странах, где США ведут военные операции, станет существенно больше женщин. Федеральные власти объявили о новом плане интеграции представительниц слабого пола в горячих точках планеты, где в почете, как правило, не слабость, а сила. Эта инициатива последовала после январьского решения Леона Панеты открыть 237 тысяч новых армейских вакансий непосредственно для американок. На вопрос, войдет ли простая американская служивая баба в горячую избу, нынешнее руководство Пентагона ответило «да». Министерство обороны США решило упразднить все ограничения внесения боевой службы с женщинами. Сегодня было объявлено, что отныне в элитных подразделениях сухопутных и военно-морских сил девушки смогут непосредственно участвовать в боях и патрулировании опасных районов в горячих точках. Согласно намеченному плану Минобороны, в ближайшие месяцы, среди прочего, будут пересмотрены стандарты уровня физической подготовки и психологического состояния, которым должны будут соответствовать все поступающие на фронт мужчины и женщины. Общественное мнение по поводу новости из Пентагона разделилось. Однозначной или хотя бы доминирующей позиции по этому поводу нет. Честно говоря, я не знаю, как на это реагировать. Думаю, что это отлично. Все должны иметь возможность служить. Надо быть реалистичными. Это не хорошая идея. Отличная идея, думаю. Все, кто имеет подходящую квалификацию, имеют право занять армейскую должность. По словам генерала-лейтенанта Ховарда Бромберга, армейское руководство избрало научный подход к переходному этапу. Худшее, что мы могли бы сделать, это изменить требования с приходом женщин на фронтовую. Мы не собираемся этого делать. Оборонное ведомство США обещает, что в армии к представителям обоих полов будут относиться одинаково строго. Однако некоторые эксперты сомневаются в том, что это возможно, учитывая высокое количество преступлений на сексуальной почве в армии США, которые обнародовал Пентагон в своем недавнем отчете. Сторонники новой инициативы, напротив, считают, что увеличение числа военных женского пола поможет сократить уровень насилия в армии, чего давно и безуспешно добиваются специалисты. На сегодняшнем брифинге в Пентагоне бригадный генерал ВВС США Джина Гросса сообщила, что на данный момент более 99% армейских постов открыты для представителей обоих полов. Закрытые для женщин позиции зарезервированы для спецназа, но и они вскоре могут стать гендерно-нейтральными. С таким подходом не согласился генерал-майор армии США Беннет Соколик, заявивший, что дни Рэмбо ушли в прошлое. Мне не нравится термин «гендерно-нейтральные стандарты». У нас есть просто стандарты, которые определяются боевыми задачами. Меня больше беспокоят не женщины в армии, а мужчины и их реакция. Для этого мы и проводим опрос. Они добровольно пошли служить в армию, и я рассчитываю, что они будут делать то, что им скажут. Но нужно и дать им возможность высказаться, и в этом и есть цель опроса. До сих пор женщины в США служили главным образом в качестве пилотов боевых самолетов и вертолетов, в полевых госпиталях и на подводных лодках. С момента начала войн в Ираке и Афганистане из 2,5 миллионов американцев, в разные годы служивших в этих двух странах, всего 292 тысячи, то есть чуть более десятой части, были представительницами прекрасного пола. В обеих компаниях более чем за десятилетия погибли 152 девушки, в то время как потери среди мужского личного состава превысили 6,5 тысяч солдат и офицеров. Насколько изменится эта статистика, и насколько эффективной окажется практика привлечения женщин к боевым операциям, станет известна в ближайшие пару лет. Так или иначе, благодаря новой доктрине Пентагона, уже в самое ближайшее время военная карьера в элитных подразделениях наконец станет доступной тем, кому до сих пор традиционно доверяли ковать победу только в тылу.